Срочно! В прошлом ролике я допустил огромную ошибку, но сейчас я объясню, как было дело. Я сижу дома, монтирую, хочу, чтобы вы играли в клёвые игры, ну, которые клёвые, я вам клёво посоветую. Захожу в Steam, чтобы взять ссылки, и твою мать, Хаймрик 435 рублей! В жопу всё, качайте торрент. Но потом появился он. Дешёвый и доступный, надёжный и разнообразный. И я понял, что ошибался. Покупайте игры на gapestore.ru. Это такой же магазин, как и Steam, только все цены ниже, и скидки длятся круглый год. Ссылка в описании. Спорим, это видео начнётся так же быстро и стремительно, как начался твой учебный год. А? Так, осень, можешь потихоньку начинаться, только аккуратно. Ха-ха, я могу начинать? Да-да, только не быстро. Нюра, ни лето случайно, оно не успело закончиться. Ха-ха, наконец-то я начнусь! Ты вообще наслышишь приём? Ха-ха! Ебать! А-ха, я Нелл. Это топ средних ПК для игр, а то есть наоборот. На фоне играет вот это. И... давайте уже ломать стену. Сувор Вайленд. Сувор Вайленд. Это выживалка, к слову, она самая требовательная в этом топе. Потому что игры расставлены от самой требовательной к самой нетребовательной. И это первая выживалка, где вы изначально бегаете в модных скини-джинсах, в скобочках нет, и крутой майке. Игра ещё в раннем доступе, но здесь уже есть куча всего. Вам доступен огромный открытый мир, который состоит из одного главного большого острова и множества маленьких. В игре есть три разных биома, позже их, наверное, будет больше, но пока что вот так вот. А также тут продумана система смены времён года. Летом, например, дожди огромная редкость, а осенью они будут идти чуть ли не каждый день. Бананы растут в начале лета, а вот кокосы ближе к осени. Зимой, само собой, еды нет, поэтому вам придётся делать запасы, чтобы вообще выжить в эти холодные времена. Костёр разжечь в дождь или же в слишком холодную погоду вам не удастся, а питаться одним только сахарным тростником не выйдет, ибо у вас повысится уровень сахара и ваш персонаж потолстеет. В общем, игра для любителей серьёзного выживания, где нужно следить за множеством показателей, а показатели тут реально дохера. Если вы из таких, то ссылка в описании. Это экшн-слэшер в удивительном сказочном мире аниме Наруто. Тут мы сможем создать своего пиздюк, то есть главного героя, и идти сражаться в онлайн против других игроков. Но, так как у нас пиратка, то нам придётся заниматься не менее увлекательным делом, то есть проходить кампанию. Помогать Наруто и Какаши Сэнсею и другим героям выполнять различные миссии. Вот прямо сейчас на экране, например, мы помогаем Наруто в 100-500 раз вернуть Саски в Каноху. Но Саскин Бро по имени Итачи, да и сам Сасок, а у этой Саскин нам отказывают, и начинается битва. Также наш гипер-мужик умеет бегать по стенам, прыгать высоко и далеко, и, конечно же, колдовать. Или, как это называют сами ниндзи, использовать техники. Ниндзюцу! О, палочная техника! Техника соблазнения! Мод полу-булы! Ну, собственно, всё, чему учил старый добрый Джеки Чан. Ссылка на игру в описании. Игра в Кам. И нет, она не связана ни с норвежским сериалом, ни с американской его адаптацией, и даже ни с российского. Про это вообще забудьте. Это выживалка на острове, где вы играете за заключённого, которого отправили на участие в шоу, при победе в котором он получит свободу. А шоу — это битва на выживание на острове с голодными, зомбаками и дикой природой. Также там будет множество храмов и обычных построек, где вы сможете собирать лут, чтобы убивать зомби. Чтобы прокачивать своего персонажа и приобретать более топовый лут, с которым вы будете ещё проще убивать зомби. В принципе, это всё пока что, чем вы можете заниматься в этой игре, ведь она в раннем доступе. Но здесь огромный открытый мир, а также свобода действий, так что если кому-то такое заходит, то ссылка будет в описании. Один из лучших симуляторов фермера — Farm Manager 2018. В игре нужно быть фермером, ну и чуть-чуть стратегом, ибо вам придётся строить, покупать постройки, засевать поля, собирать урожай, выводить новые сорта растений, а потом продавать их. Само собой, вам также придётся оберегать посадки от плохой погоды, от вредителей и других ужасных опасностей. В игре довольно трудно разобраться, но если вы любите стратегии и симуляторов, а то есть вы не прочь посидеть, подумать, пройти обучение в конце концов, впитать мозгом информацию, то ссылка для вас есть в описании. И если последний Dark Souls у вас не идёт, то для вас есть Lords of the Fallen с более низкими требованиями. Здесь мы играем за громилу, которая отправляется на битву с демонами. Враги тут поначалу реально сложные, но если грамотно использовать способности, то можно привыкнуть вырубать их за пару ударов. Но если вдруг случилось так, что вы прокачались и убиваете рядовых демонов с пары тычек, то босс это уж точно заставит вас попотеть. Чтобы потеть не так сильно, например, вы сможете прокачивать свои способности, а также улучшать снаряжение. К слову скажу, что полтора года назад я запускал эту игру на ПК с двумя гигабайтами оперативки, но в первые пару часов игры был просто низкий FPS, ну около 25, ну а после начались фризы и я удалил её. То есть если у вас есть хотя бы 4 гигабайта ОЗУ, то скачивайте игру по ссылке в описании. Dying Light Паркур в игре сделан реально круто, зомбарей крошить крайне увлекательно, и всё это в совокупности с открытым миром даёт полную свободу действий. Тем более, что своё оружие мы можем улучшать, а из подручных средств собирать новое. От мачеты под напряжением до подобия бензопилы. Middle Earth Shadow of Mordor Мы будем играть за парня, которому выпала нелёгкая судьба. Его семью, да, и его самого убили прислуги Саурона. Однако дух отомщения возвращает Талиона к жизни и наделяет сверхспособностями. Ну как наделяет сверхспособностями, он просто сливается с ним. Теперь мы можем переходить из обычного состояния, где мы будем играть за Талиона, в состояние призрака, где мы будем играть за этого самого духа, эльфа. При этом мы получаем возможность управлять врагами, стравливая их между собой, а также видим уязвимые места противников. В игре работает уникальная механика Nemesis System. Отношения врагов к вам, да и между собой, а также их характеристики определяются вашими действиями. Так что вы сможете проталкивать своих знакомых орков на посты командующих путём убийства других командиров. Действия игры происходят между трилогиями Хоббита и Властелина Колец. Так что для любителей данной вселенной ссылка на игру в описании. Witch Hunter Это экшен-хоррор от первого лица про охоту на ведьм, собственно где мы и будем играть за охотника. Но нашей добычей будут не только ведьмы, но и другие сверхъестественные существа. В основном мы будем охотиться в лесах, где водятся милые дамочки. Девушка. ГОЛЯТЬ! БЛЯТЬ ЧЕ С... Тихо, спокойно, спокойно. Встаем! Но пикапить их бесполезно, я вас сразу предупреждаю. Не потому что у них есть парень. Вы также сможете апать уровень персонажа, прокачивать ему способности и закупать всякие предметы и оружие. Но поскольку игра является симулятором охоты, ну смешанным с хоррором, то она требует терпения и стальных яиц, ибо порой вам подолгу придется выслеживать добычу, которая в итоге может не только напугать вас, так еще и убить. Ну а игры закончились. Если вам понравилось хоть что-то, например, погода сегодняшняя за окном, а? Как вам? То ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комменты, ведь самые топовые вы увидите сразу после фразы «на этом все». Поэтому, поэтому что? Правильно. На этом все.